Прогулка по стратегически важным объектам города. Как рождается электричество и тепло, и как они потом распределяются по городу. Сегодня с технологиями энергетиков близко познакомились депутаты городского совета. К этой необычной экскурсии присоединилась и наша съемочная группа. Что интересного показали энергетики народным избранникам? Узнаем прямо сейчас. Чтобы не подниматься на высоту птичьего полета, весь сложный комплекс сооружений рассмотрели в музее Нижнекамской ГЭС. Тут для наглядности макеты, хроника этапов строительства и запуска. Если кто позабыл, тому напомнили, что наша гидроэлектростанция вырабатывает энергию благодаря разным уровням воды, которая, падая, раскручивает рабочие колеса 16 лопастных генераторов. Межремонтный период у нас от паводка до паводка. В паводок все 16 агрегатов работают в сети. Мы находимся на 4 метра ниже уровня воды. Прямо над нами ротор генератора. Эта машина может выдавать 78 мегаватт. Не побывав в шахте генератора, не увидев принципы работы Нижнекамской ГЭС, ее загруженность и мощность, откуда берутся нынешние цены за энергию, не понять. Вот сейчас мы посмотрим, а потом будем обсуждать и зададим вопросы. Почему они задираются неимоверно быстро? Стоит ли тратить миллиарды на то, чтобы поднять уровень воды и повысить выработку электричества, или же сегодняшней мощности вполне достаточно. Над этим вопросом власти ломают голову уже давно. Мы сейчас располагаем 491 мегаватт. Понимаете? Если мы поднимем уровень, мы будем располагать 1000 мегаватт. Цель визита депутатов и первого заместителя руководителя исполкома – проверить прозрачность производственных процессов у энергетиков. Так, следующими объектами по маршруту стали ТЭЦ и тепловые сети, где показали, как отслеживается циркуляция воды, ее температура, давление и прочие параметры. Все они на мониторе. Вопросы вызвали узлы учета, которые частично находятся на обслуживании управляющих компаний. Отсюда разница в тарифах. Тоже неравномерно же. Часть города, получается, вы в своем тарифе держите, а половина города… Вопрос такой есть, надо просто принимать решение. Либо все передается нам, либо отдать все полностью управляющим компаниям. Набережно-Челнинские тепловые сети устраивают оба варианта, но именно они отслеживают все показатели, вплоть до температуры, воды на входе и выходе каждого дома. Их данными пользуются управляющие компании, советы общественного самоуправления. Так что проще будет, если именно теплосети займутся обслуживанием всех узлов учета в городе, заявил первый замруководителя из полкома Ренат Абдулин. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.